Всем привет, друзья! И в сегодняшнем видео хочу с вами обсудить свои покупочки-заказики с Валберес, показать, что интересное нашла, что для себя, для Сони будем готовить. Надеюсь, что это видео вам окажется полезным. Ну и давайте начнем мы с вами с одежды. Я заказала себе на зиму джинсы, причем в том цвете, которым еще ни разу не заказывала. У меня никогда не было вот таких серых джинсов. И когда увидела этот оттенок, мне очень сильно понравился. Джинсы оказались с очень удачной посадкой, с высокой. Я очень сильно люблю, когда джинсы с высокой посадкой, сразу бачка какие-то скрываются, фигура становится более подтянутой. Но и на зиму все-таки это очень удобно. Тем более, что я себе на зиму купила слегка укороченную куртку, поэтому обычные джинсы со средней посадкой, которые сейчас снова на пике популярности, мне совершенно не нравятся. Тут прям максимально высоко, все удобно. И, кстати, сразу хочу отметить, что размерная сетка соответствует. Я заказывала размер на 50, я его получила, джинсы на меня сели просто идеально. За счет того, что это моделька бананы, есть возможность под низ надевать теплые колготочки. И даже в лютые морозы ходить в джинсах, и ничего не будет видно. Уже эти джинсы ношу несколько дней, они мне прям так очень нравятся. Свободненькие, комфортные, не стоят колом. Красивые стрелочки по бокам, но и, конечно же, высокая посадка. Влюбилась. Кстати, у этого продавца видела джинсы еще и в других расцветках, но в таком же стиле. Как всегда, все артикулы на экране, и ссылочки оставлю внизу в описании под видео. Так как зимой мы с Соней постоянно ходим на горку, и мне вот необходимы были какие-то легенькие ботиночки, чтобы ходить на горку, на каток. Но вот, к сожалению, в основном ходила в длинных сапогах, это было неудобно. И я заметила вот такие легкие уги на толстой подошве и решила попробовать себе заказать. Но вот тут я слегка прогадала, потому что не совсем качественно прочитала описание. Я не заметила информацию, что эти уги, они маломерят на один размер. Я заказала себе 39-й, когда они мне пришли, они были маловато. Поэтому первую пару пришлось вернуть и заказать второй размер, 40-й. И вот он на мой 39-й уже сел хорошо. Эти ботиночки изготовлены из водоотталкивающей ткани. Они супер легкие. Мне понравилось, что вот эта толстая подошва будет защищать ножку от переохлаждения. Потому что вот на тонкой подошве, по опыту знаю, у меня ноги очень сильно промерзают. Есть затяжка на кнопочке. А также понравилось, что внутри есть меховая подкладка из эко-меха. Удачные ботиночки уже ходили на каток. Еще решила на кухне сменить деревянный ящик, к которому у меня стояли разделочные доски, бутылки, моющее средство. В принципе, он был удобный, но так как он у меня уже, наверное, стоял года 3-4, уже визуально он мне надоел. И чего-то хотелось другого. Я решила найти какие-то подставочки, корзиночки, выполненные в черном цвете. Это у нас стиль лофт. У меня кухня в черно-серо-красных тонах. Поэтому подобные корзинки, аксессуары для моей кухни подходят идеально. И я нашла вот такой наборчик из двух навесных полок. Они, в принципе, рассчитаны для ванной комнаты. В комплекте идет несколько лендержателей, которые хорошо будут крепко держать эти полочки на стене. Но я решила вот одну полку пока поставить в качестве корзинки. И, кстати, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, вот как было лучше, с деревянным ящиком или нет. Я пока оставила вот эту угловую полочку. Она даже как-то незаметно смотрится на столешнице. Но при этом сразу ее можно взять со всеми баночками при уборке. Единственное, что мне не понравилось, что в этом наборе одна полочка была слегка помятая. Но это, конечно же, минусы транспортировки именно Валбереса. А так они мне понравились. Вторую пока еще не знаю, куда использовать. Может быть, повешу в ванной, может быть, вешать не буду. Потому что все-таки у нас вода склонна к известковому налету, к вот этим известковым отложениям. И я боюсь, что когда вода будет попадать на полку, все-таки будет покрываться белесыми пятнами. И это будет не совсем эстетично смотреться. Но зато у меня теперь на кухне есть вот такая металлическая корзиночка. Есть корзинка круглая из фикс прайса. И корзинка прямоугольная. Так что, в принципе, все перекликается между собой по стилю. Так как у меня есть мясорубка с функцией приготовления колбасок, я вот решила попробовать приготовить колбаски. Но столкнулась с такой проблемой. Точнее, не с проблемой. Я просто не знала, где можно в городе найти кишки свиные, чтобы сделать эти колбаски. И я по приколу решила на Валберес забить кишки для колбасок. И я нашла столько предложений. Взяла вот такую маленькую баночку. Тут целых 5 метров очищенных, промытых кишок. Для того, чтобы они не испортились, они приходят в большом количестве соли. Прямо там очень-очень много соли. И когда первый раз я вот так открыла, там никакого запаха, естественно, не было. Я открыла, и я удивилась. А почему они какие-то скукожены, съежены? Что с ними делать? Как вообще работать с кишками? Потому что я ни разу не сама не делала колбаски, но хотелось попробовать. Но, как оказалось, необходимо на 2 часа замочить в теплой воде, дать постоять. Лишняя соль уйдет, кишочки расправятся. И потом уже можно работать. Для основы я взяла смесь свиного и куриного фарша в равных пропорциях. Добавила туда измельченную луковичку, измельченный чесночок и любые специи. Тут по вкусу. Если хотите поострее, можно делать поострее. Кстати, надо будет попробовать сделать что-то типа ливерной колбасы, либо кровянки. Почему бы и нет? У меня родители очень сильно любят. Я на мясорубку ставлю специальную вот эту белую длинную насадочку для того, чтобы делать эти колбаски. Натягиваю все вот эти кишки. Но отребрала кусочками маленькими, потому что зачем сразу пятиметровую брать. И все полностью-полностью натягивала. И кишки не рвались. Хотя были у меня опасения. Ну а потом полученный фарш я перекладываю обратно в лоток. Включаю мясорубку и все, фарш у меня постепенно наполняет эти кишки. Кишки раздуваются. Я была удивлена, что они у меня получились вот такими прям толстенькими колбасками. Такие шпикачки. Кстати, получилось очень вкусно. Получилось классно. И еще у меня, наверное, метра четыре этих кишок осталось. Так что буду еще делать и экспериментировать. Так что, знаете, на Валберес можно найти кишки для домашних колбасок. Так как Новый год у нас уже практически не за горами. И я начинаю продумывать сонье новогодний образ. Я надеюсь, что у нас не будет каких-то тематических нарядов. И что будет это просто нарядные платья, нарядные костюмы, как было в прошлом году. Что никаких там ни звездочек, ни снежинок не будет. Но я уже собрала наряд. И ладно, он даже если не на Новый год пойдет, он останется на день рождения. И это наряд в таком рокерском стиле. Наряд чуть-чуть покажу позднее. Но начнем мы с вами с вот таких сетчатых перчаток. Я, конечно, упустила тот момент, когда в фикс прайсе продавались они в хэллоуинской коллекции. Поэтому заказала на Валберес вот такие черные сетчатые перчатки. Они подойдут как на детскую ручку, а также подойдут и на взрослую. Еще заказала вот такую кофту топ в черном цвете. К сожалению, у меня что-то в этом видео страдало освещение, скакало. Но тут я уже ничего поделать не могла. Эта кофта из интересного материала. Вот в такой рубчик или как она называется, лапша. Очень приятная на ощупь, комфортная, тянется. И при этом хорошо сидит на фигурке. Рукава, посмотрите, из двухслойного фатина с точечкой. Выглядят красиво. И на спинке еще есть молния. Да, кофточка дороговато. Даже учитывать, что это детская кофта. Но оно того стоит. Потому что эта кофта, я знаю, что прослужит не один год. Ну и вот таким образом кофточка смотрится на Sony. Ну и что же на низ? А на низ я заказала вот такую фатиновую юбку. Я столкнулась с такой проблемой в этом году, что почему-то на Валберес каких-то красивых новогодних платьев вот прям реально крутых, но невозможно найти. Если в прошлом году покупала популярные вот эти единорожные пышные платья, то в этом году мне совершенно ничего не понравилось. Но зато нам понравилась вот такая фатиновая юбка с подъемником и с двумя слоями вот этого фатина. Она спереди короткая, зато позади вот такой шлейф. На резинке тянется. Подойдет на практически любой возраст. Я думаю, нам на несколько лет ее хватит. Она сейчас, конечно, выглядит помятой, пожеванной. Я сейчас распарю и вам покажу. Ну и в итоге вот такой образ у нас получился. Вы просто посмотрите на эту юбку. Соня у меня влюбилась. Кофта сидит по фигурке. Вот эти рукавчики красивые. Да, перчатки дополняют. Чуть-чуть вот дают такой бунтарский стиль. А в магнит косметик я купила по акции, кажется, за 50 или за 70 рублей. Вот эти гольфики с белыми полосками тоже классные. И еще у нас были лаковые черные ботинки. Мне кажется, образ получился удачный. Да, конечно, может кто-то скажет, что это не детсадовский образ. Все-таки в садике как-то ходят более в таких привычных костюмах, в привычных платьях. Но у меня и Соня уже не маленькая. Мы уже скоро выпускаемся. И хотелось бы, чтобы у нее какая-то изюминка в костюме присутствовала. Если будут тематические какие-то наряды на утренник, конечно, мы надевать не будем. Но зато на день рождения классный наряд у нас готов. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что оно для вас было хотя бы капельку полезным. Если это так, поддерживаете видео пальчиком вверх. Пишите в комментариях, как удачно ли я подобрала вот эту корзинку для кухни. Понравились ли вам джинсы, как на мне сидят. И как вам Сонин наряд. Надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Кстати, в следующем видео мы с вами еще обсудим украшения. Свалберес решила себя побаловать несколькими штучками. И еще несколько полезных вещей вам покажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!